Девушки отдыхают На самом деле, тут уже до начала передачи, в течение нескольких минут обсуждаем депутатские будни, с чем приходится сталкиваться, что приходится обсуждать. Вы сейчас проводите прием в региональное отделение ЛДПР. Вот только что мы поднимали такую серьезную проблему микрофинансовых организаций. Депутаты Государственной Думы уже долгое время пытаются решить эту проблему, чтобы люди не влезали в долги и платили на тысячу и больше процентов. Можно сейчас продолжить уже в эфире? В какой стадии сейчас в Государственной Думе все-таки работа находится, чтобы МФО не грабили все-таки наших людей? Спасибо, Владимир. Сейчас, вы знаете, что прошла первая часть, это серьезно ограничили коллекторов в их возможности давить на людей. Да. Сейчас провели консультации с Вячеславом Володиным, обсуждали вопрос о том, чтобы в Думе провести такие же публичные слушания, как по обманутым дольщикам. И, конечно, вынести этот вопрос на повестку, на самый высокий верх, потому что сегодня приходят люди, которые взяли 10-15 тысяч рублей в микрофинансовых организациях займы, причем взяли их на то, чтобы погасить долги по ЖКХ, купить дрова на зиму или приобрести лекарства бесплатные, которых сегодня, к сожалению, нету по нескольким группам в Кировской области. А через какое-то время, причем женщина вчера вот пришла, 11 тысяч взяла, 7 вернула, 4 тысячи долг, приходит, нету микрофинансовой организации, закрыта. Она начинает ее искать, не может найти. Через полгода ей приходит решение Чебоксарского суда с приставами о том, что она должна более 200 тысяч рублей. То есть это не то, что в голове не укладывается, это, наверное, ни у одного нормального человека не будет понимания, как такое может произойти. И сегодня мы с коллегами из Мариэла, из Чебоксара, из Татарстана сейчас обсуждаем. Вчера вот я встречался с первым заместителем СК Кировской области, предложил им создать рабочую группу с тем, чтобы все же оказать давление определенное на эти структуры, на тех, кто их крышует. Потому что без, к сожалению, правоохранителей, без судебных приставов, без работников судов это не обходится. Потому что это прям целые цепочки, которые можно проследить. И, конечно, то, что страдают, как правило, малоимущие люди, пенсионеры, те, кто не могут внимательно прочитать договор, те, кто не могут разобраться вот в этих вот мелких шрифтах, написанных, особых условиях. И, конечно, люди не имеют возможности сегодня нанимать адвокатов. Они даже не понимают, что когда решение, к ним приходит извещение посетить суд, они просто физически не могут поехать. И там дальше уже начинается хитросплетение, когда, как правило, суд происходит в другом регионе, чтобы человек туда не мог приехать ни сам, ни адвокат не мог добраться. И уже потом, по факту, судебные приставы приносят это извещение. То есть, конечно, это чудовищно. Поэтому сейчас будем с коллегами заниматься. Обязательно подключим правоохранительные органы. Ну и, конечно, надо разговаривать со средствами массовой информации. Потому что, если взять сегодняшние газеты, если взять сегодня рекламу, которая идет на телевидении, на радио, то я думаю, что процентов 20-25 это реклама, это как раз вот эти микрофинансовые организации. — А уж что в интернете творится. — Да, к сожалению. — Ответственные средства массовой информации вы тут тоже видите прямую. — Ну, я обращаю на нее внимание. То есть, в данном случае, наверное, не ответственность, а гражданская позиция должна быть. — Ну да, потому что есть юридические нормы, которые позволяют размещать эту рекламу, но есть и другая сторона вопроса. Хорошо. Теперь следующий вопрос, к которому хотелось бы перейти. Это вопрос, который касается финансирования агропромышленного комплекса в Кировской области. Буквально 20 ноября было заявлено, что в областном бюджете на 2018 год заложено почти 2 миллиарда рублей на развитие АПК, из которых полтора миллиарда дает федеральный бюджет, и оставшиеся деньги областные, порядка 431 миллион рублей. — Это снижение по сравнению с тем, что было. — Что говорит спикер ОЗС Владимир Быков? Он говорит, что прозвучала идея создать большую программу по производству молока, 1 миллион тонн в год. Понятно, за год нам не сделать, но тем не менее мы будем помогать. Интересно, что во всех заявлениях, которые мы слышим в последнее время по развитию АПК Кировской области, мы слышим молочное производство, молочное производство. Такое ощущение, что никакого другого АПК у нас нет, никаких других аграриев тоже нет. В то же время мы знаем, кто у нас занимается молочным производством, какой величины эти предприятия, и все деньги, получается, идут туда. Либо нам просто не озвучивают какие-то другие программы. Я знаю, что вы заявляли, Кирилл Игоревич, что государственная политика в сфере АПК должна быть направлена в том числе на поддержку малых и средних фермерских хозяйств. Даже не в том числе, а вы говорите конкретно на поддержку малых и средних фермерских хозяйств. Вот вы когда такие заявления делаете, чем руководствуетесь? Я, прежде всего, руководствуюсь тем, что территория Кировской области большая. Население, которое там живет, особенно в сельской местности, оно никуда уезжать не собирается. Его не приглашают ни в Киров, ни в Москву, ни в Нижний Новгород. Поэтому люди там живут. Для того, чтобы им жить достойно, они должны где-то находить себе работу. И понятно, что когда строится крупный промышленный агрохолдинг, то там минимальное количество рабочих мест. Из-за автоматизации. Конечно. То есть тут ответ, Светлана, вы абсолютно правы, напрашивается сам собой. Когда речь идет о малых и средних формах хозяйствования, там подразумевается достаточно большая доля врачного труда. Там подразумевается достаточно много сопутствующих производств. Потому что сегодня мы понимаем. Одно дело, когда закупаются целые линии у крупных производителей продукции, которые занимаются животноводством. И другое дело, когда люди строят хозспособом или так называемые конструкторы. То есть это, во-первых, рабочие бригады, то есть это строители, это машиностроители, это кластер, который у нас сегодня в Кировской области в принципе создается. И его можно загрузить и создать там параллельные рабочие места. Это Вятские поляна, это Слободино. То есть те самые наши промпарки, которые изначально заявлялись как парки, где будут создаваться рабочие места для кировчан. Бюджетные деньги выделены очень большие туда. И в принципе наладить там какое-то производство тех комплектующих, которые необходимы для того же молочного животноводства, о нем идет речь прежде всего потому, что есть регионально-климатические особенности, которые у нас хорошие. Есть достаточно хорошая логистика. То есть рядом с нами находятся такие крупные потребители молока, как Нижний Новгород, Екатеринбург, Москва. То есть это все Казань, те центры, которые с удовольствием брали бы здоровое, вкусное, экологически чистое кировское молоко. Ну и конечно опыт, который есть у наших хозяйств, потому что из Вятка всегда славилась своими селянами, которые занимались животноводством, выращивали и мясное, и молочные породы скота. И конечно здесь вот эти вот традиции, они могли бы влечь в основу той большой программы, о которой неоднократно нам заявляют, те самые миллион тонн молока. Но когда мы на слушаниях спрашиваем господина Котлячкова, спрашиваем других сотрудников АПК, Министерства экономического развития, покажите нам, пожалуйста, среднесрочную программу на 5-7 лет. И выложите в этой программе, сколько вы создадите крупных агрохолдингов, и сколько там будет создано малого и среднего бизнеса, какие комплектующие, скажем так, могут попасть в эту программу, которую производят кировские промышленные предприятия, и сколько строителей кировские получат подрядов на то, чтобы это построить. К сожалению, такая программа до сих пор не презентована, то есть она публично не озвучена, она нигде не напечатана. Что это значит? Это значит, что она просто не проработана. Но деньги-то в районе 2 миллиардов выделяются? Светлана, денег выделили меньше, чем в прошлом году, при том, что заявленный урожай был больше. То есть это говорит о том, что, во-первых, у нас, мягко говоря, наше Министерство экономики и Министерство сельского хозяйства с трудом прогнозируют цифры по отрасли. А второе, они не понимают, что сегодня невложенный рубль, он в ближайшие 2-3 года обернется потерями. То есть о каком росте может идти речь надоев, увеличение стада, увеличение производительности труда, если вы в меньшее инвестируете? Ну, то есть это не то, что нелогично, а это вообще противоречит всем законам экономики. Поэтому вот эти вот заявления о том, что там давайте отрапортуем, что Кировская область может войти в тройку самых успешных, давайте там надоем миллион, еще больше тонн. То есть они хорошие, но ничего кроме просто заявлений под собой не несут. Поэтому мы ждем, когда действительно пригласят специалистов, экспертов, и они скажут, что да, действительно, вот такая программа прорабатывается, она будет опубликована в январе, феврале, в марте месяце, с тем, чтобы можно было начать работать с федеральными ведомствами и увеличивать бюджетную составляющую на 2019 год. Ведь мы всегда упираемся во что? В инвестиции. Где мы их возьмем? Банки не дадут без господдержки и без гарантий. Сегодня таких гарантий, я думаю, что уже на территории области там единицы из хозяйств смогут предоставить классические банковские кредиты. То есть это только госпрограмма, это участие в ней, а это, еще раз повторю, цифры и работа с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Ну, фермеры не так давно были у нас в гостях в нашей студии, я думаю, Светлана до сих пор под впечатлением от того, как выглядят эти мужчины, от их натруженных рук. Там совершенно другая история, там речь идет не о молочном производстве, это как раз фермерские хозяйства, Кирилл Агеревич, которые в свое время, лет 5-6 лет назад, была программа региональная, когда стимулировали наши фермерские хозяйства закупать мясные породы, которые идут на вот это мраморное мясо специальное. И стада составляли от 150 голов, эти породы содержатся на открытом выпасе до минус 20 градусов, и регион занимался субсидированием, собственно говоря, и поддержкой этих хозяйств, и условия заранее обговаривались. И начиная с прошлого года, субсидии полностью порезали, их просто бросили. Вот их выкинули не просто из программы, а никто с ними даже не разговаривает. И вот они пишут письма, они приходят в министерство, которое закрывает перед ними двери, они написали письмо губернатору, они пришли в нашу студию, и у нас тут, честно говоря, коровами пахло до вечера. Но вот сидят люди с высшим образованием, которые жизнь свою положили на этих коров, им просто жалко их резать, уже более 10 хозяйств фермерских закрыто, но их просто выкинули. И никто до сих пор с ними не поговорил и не сказал. То есть вот нам, видимо, кроме молочного производства вообще никто не интересен, ни на что не интересно. В нашей области такое ощущение складывается. — Такая проблема есть. Подскажите им, что есть адрес «Свобода-72», есть «Дериндяев-23», я с удовольствием с ними встречусь, с ними встретятся мои коллеги из депутатов. — Я сделаю проще, я просто передам вам контакты этих людей, и, наверное, ваши коллеги сами им позвонят, если вам интересен этот вопрос. — Если мы говорим о развитии, в том числе малого и среднего бизнеса, это же целый комплекс мер, это в том числе места продажи, то есть это где могут реализовывать... — Это видео про места продажи. Мы сейчас остановимся на короткий перерыв. Это очень важно, про развитие малого и среднего бизнеса, особенно в свете того, как собираются налоги сейчас. Мы разговариваем сейчас в нашей студии с Кириллом Черкасовым, депутатом Государственной Думы от Кировской области, и до перерыва мы заговорили о малом и среднем бизнесе в Кирове и в Кировской области. Можно вообще говорить о малом и среднем бизнесе в Кировской области? — Я думаю, что говорить можно, но сегодня я думаю, что мы... — Мы впереди всего по Волжей, к сожалению, и в целом России по той налоговой нагрузке и по тому давлению, которое налоговая оказывает на бизнес в целом. То есть вы, Светлана, абсолютно правы. Постоянно приходили раньше крупные предприятия, средние предприятия, говорили о том, что легче перерегистрироваться в Мариэл, в Чувашию, в Татарстан, в Нижний Новгород, в Москву, но только не работать с местной налоговой. — Я даже помню, мы присутствовали на совещании, которое проводил предыдущий губернатор и вызывал руководителя налоговой полиции. У нее, кроме отчетности и так называемых их палок, больше в голове ничего не было. Когда ей говорили, что вы будете делать через два, через три года, когда уйдут все предприятия, она говорила, что я буду отчитываться другими показателями. То есть сейчас, видимо, эти другие показатели, это тот малый бизнес, о котором вы говорите, за который они взялись по причине того, что среднего бизнеса просто не осталось. — Куда он делся? — Он просто или закрылся, или обанкротился, или ушел в другие регионы, то есть ушел в другую юрисдикцию. И здесь я считаю, что, конечно, очень большая требуется работа исполнительной власти, и не надо кивать на то, что налоговый имеет федеральное подчинение. То есть я считаю, что и Министерство финансов, и губернатор должны встречаться, разговаривать, они должны привлекать экспертов, общественную палату депутатов, собирать круглый стол и просто спрашивать. То есть человек приехал из другого региона, возглавляет несколько лет налоговую. Есть цифры, упрямые цифры, сколько за это время у нас закрылось предприятие, сколько мы не добрали налогов, сколько у нас не открылось новых рабочих мест. То есть как влияет эта ситуация на экономику в регионе? Там ведь еще очень интересная такая тоже, если уж мы говорим о показателях, они такие смешные, ведь эти цифры. Вот когда говорят о том, что мы сейчас проверим ваши зарплаты, например, мы боремся с серыми зарплатами, да, то предприятия, известная схема, они просто вынуждены переводить своих работников на ИП, и а налога отчитывается, у нас открылось много ИП. Потом они схлопываются точно так же. Ну, то есть вот такое ощущение, что идет перекладывание цифры из одной колонки в другую, но отчетность поступает. Я, может быть, не права, налоговая придет и расскажет, но встреча давно назрела, это чувствуется. Я абсолютно с вами согласен, но я думаю, что, конечно, это необходимо провести совещание, совещание со всеми заинтересованными сторонами, оно должно быть публичным. Но, с другой стороны, налоговая, она же обеспечивает выполнение нашего бюджета, то есть у нас требование какое? Дайте нам налогов побольше. Вилка такая получается, да? Соберите нам налогов с одной стороны, не кошмарьте бизнес с другой. Как можно найти баланс здесь? Ну, давайте, во-первых, здесь посмотрим, какие налоги, о каких идет речь, потому что есть муниципальные, региональные, а есть федеральные налоги. Здесь тоже, я уверен, что эксперты, которые работают в этой сфере, они нам могут рассказать динамику за последние три года. Да, ведь здесь чем хорошо? Это цифра, а цифра упрямая вещь. То есть есть собираемость в 2014 году, в 2015, в 2016 и в 2017. И, соответственно, мы, принимая бюджет 2018 года, мы как раз вот этот самый дефицит мы и увидели. И дальше вопрос, чем он будет закрываться и как он будет закрываться. Поэтому я думаю, что здесь долгий обстоятельный разговор с экспертами по истории вопроса. Ну, а дальше, конечно, какие меры будет принимать местная власть региональная для того, чтобы повлиять на ситуацию и повлиять, конечно, в пользу тех предпринимателей того бизнеса, который еще остался в Кировской области. А мы ведь говорим о том, что сегодня мы стоим на рельсах рыночной экономики. То есть мы должны говорить о том, а сколько новых предприятий у нас откроется, сколько будет предприятий малого, среднего бизнеса, сколько у нас появится рабочих мест, как мы используем федеральные деньги поддержки на создание рабочих мест. Та же программа моногородов подразумевает, что за каждое рабочее место работодателю выплачивается от 600 до миллиона рублей. Это очень большие деньги. Так может быть, как раз наших чиновников и спросить, а где вот эти вот самые программы по развитию молочного животноводства в малом, среднем бизнесе? Где та самая программа энергоэффективности, о которой мы с вами обсуждали? Где использование альтернативов видов топлива? А у нас с вами великолепная площадка и великолепные природные ресурсы. Это и торф, это и лес, отходы дерева, обработки. Мы за эфиром поделились впечатлениями от первого часа, беседы с нашими депутатами по поводу развития торфяной отрасли. То есть это все точки роста, которые могут быть использованы. То есть вопрос к чиновникам, вопрос к тем, кто отвечает за это, что ими сделано для того, чтобы это было реализовано. И второй вопрос, с учетом того, что ЛДПР всегда была оппозиционной партией, мы всегда требуем, отчитайтесь за предыдущую работу. То есть как можно говорить о чем-то новом, если вы не отчитались за предыдущую? То есть была программа энергоэффективности, на нее были выделены и федеральные, и региональные деньги. Еще господин Горскин в бытность своей министра начинал эту историю. Мы неоднократно ставили вопрос, покажите нам отчет, что сделано, сколько запущено предприятие, сколько переоборудовано котелин, сколько создано производство по использованию альтернативных видов топлива. Этого отчета я не видел до сих пор, и мои коллеги в законодательном собрании тоже его не видели. То есть это вопрос эффективности работы исполнительной власти, чиновников. Ну а сама идея развития торфяного производства, раз уж мы перешли, и переориентацию работы котельных в муниципалитетах на торф, она вам нравится? Она мне очень нравится, и мы эту работу начинали еще 7-8 лет назад, когда мы коллег пригласили на форумы, которые проходили в Москве. Было агентство создано специально по этим вопросам, и опыт, скажем, Финляндии, Швеции, то есть тех стран, которые по климату, по регионально-климатическим особенностям, по специфике электроэнергетики, они очень похожи на нас, он мог бы нами быть востребован. И мы говорили о том, что давайте сделаем в одном-двух районах пилотные проекты, причем на тот момент иностранные инвесторы готовы были инвестировать, то есть они готовы были поставить оборудование, пригласить наших специалистов, обучить их, приехать самим, показать, как это делается. Я уверен, что эту работу можно дальше продолжать, но должна быть ответственность чиновников и должна быть добрая воля. У нас есть такой господин Олин, вы знаете, глава района, очень интересный. Так вот, когда начали проверять, откуда он берет щепу, то выяснилось, что в его районе расчетная лесосека 1 миллион кубов, а щепу везут из Суны, где расчетная лесосека всего чуть более 100 тысяч кубов, а расстояние от Суны до 300 километров. И мы задаем вопрос, а какая же будет себестоимость топлива, и сколько это будет в тарифе на плечи наших простых граждан, кировчан? Вот такая вот... Как он объяснил экономические обоснования таким действиям? Никак, провел очередной балл, очередное шоу, которое он любит проводить, не встретился ни с депутатами АЗС, ну и, естественно, как бы сейчас мы подготовили обращение, вот вчера встречались со Следственным комитетом, мы требуем, чтобы они вот эти вот все истории, которые приходят с мест, разобрали. Понятно, что они говорят, дайте нам фактуру, покажите, где нам коррупцию. Я по-другому ставлю вопрос. Давайте все же... Вчера прозвучала, кстати, очень хорошая мысль. С одной стороны, они готовы подсказать и дать опыт других регионов, скажем, вот по городскому транспорту, как они раскручивали дела, как по коммунальщикам, когда вот эти тарифы по теплу завышаются и на людей перекладывают сумасшедшие суммы, которые там потом распределяются между простыми жителями. Это мы говорим о Верхнекамском районе, да? Да, да, да. Я им предложил, давайте соберемся депутаты, региональные чиновники и вот, скажем так, те муниципальные предприятия или те главы, которые допустили подобное нарушение на территории, и поговорим про предупреждение. То есть мы понимаем, что правоохранителям нужны показатели, то есть они задержали очередного коррупционера. А я считаю, что нам, как депутатам, как жителям Кировской области, нам интересно, чтобы это не произошло, потому что когда преступление совершено, как правило, оно уже все. То есть там ничего не сделаешь. А вот сейчас... То есть уже урон нанесен? Конечно, то есть это урон прежде всего жителям, это урон как раз бюджету, это урон социально-экономической сфере, то есть недополученные средства. А поговорить об этом сейчас и спросить, скажем, с того же АТП в городе, а почему до сих пор чадят автобусы? Ой, подождите, подождите, сейчас к автобусам перейдем. Я все-таки хочу понять, почему же тогда, когда начали говорить, возвращаясь к торфу, о развитии торфяной отрасли, ничего не получилось? Одна из причин была, что лучшие месторождения были выкуплены крупными московскими компаниями, аффилированными как раз теми, кто не заинтересован в том, чтобы развивалась торфяная отрасль в Кировской области. А, то есть это компании, вероятно, которые поставляли другие ресурсы в Кировской области, и торф, и Мишел. Они их купили и законсервировали. И неизвестно, может быть, они до сих пор ими и владеют, Володя. Ну, я не обладаю такой информацией. Это все дремлет до поры до времени, или это все крест поставлен, на ваш взгляд? Вы знаете, мы очень долго ждали назначения новых министров. Региональных? Региональных. И в своей предвыборной программе, которая была на губернаторских выборах, в городскую думу, мы прям тезисно отразили те направления, с какими вопросами мы к ним пойдем и что мы будем требовать. То есть сегодня эти тезисы все переданы и оформлены в качестве запросов. И я думаю, что в ближайшее время, это там в течение буквально нескольких недель, мы получим ответы. Потому что нам важно было, чтобы человек перешел из статуса исполняющего обязанности в статус министра, и тогда мы уже можем его спрашивать, а что же он планирует сделать как раз вот по тем вопросам, которые мы с вами обсуждаем. И здесь, Аслан, я знаю, что вы активно общаетесь со многими экспертами в разных отраслях. Это как раз касается малого-среднего бизнеса, вот тех вот самых селян, которые, к сожалению, фермеров наших остались один на один со своими вопросами. Это касается и других предпринимателей, которые там сегодня испытывают давление от налоговой. Ну, это все сферы, они могут просто прийти к нам, мы можем вместе сесть и стезисно накидать эти вопросы. А дальше задать их министрам. И чтобы министры нам ответили, что предполагается сделать по каждому из этих вопросов. Со сроками, с ответственными и, соответственно, с некой дорожной картой, которая должна быть публичной. Да, сейчас прервемся на короткую рекламу. Напоминаю, у нас в студии Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы Кировской области. После рекламы поговорим про автобусы. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Кирилл Игоревич Черкасов, депутат Государственной Думы Кировской области. И мы до перерыва обещали поговорить об автобусах и бац. И обещали еще номер телефона озвучить, что я быстро сделаю. 211-101, вот если мы успеем, то вы сможете прорваться в эфир, да? Новость о том, что ты имеешь в виду о том, что Киров пассажир автотранс возглавил Денис Пырлок. Один из активных, да, общественных в том числе деятелей, которые в последнее время с такой конструктивной критикой работы общественного транспорта у нас в городе выступают. И вот даны такие образы правления, да? Да, и надо сказать, что Денис собалотировался в городскую думу как раз от ЛДПР, да? Он активное участие принимает в работе общественной палаты, и он здесь является спикером и экспертом, здесь в нашей студии я имею в виду. И вопросы регулирования деятельности автотранспортных предприятий и вообще автобусной сети, маршрутной сети, в том числе общественного транспорта Денис очень активно освещает. Много предложений лично от него исходит и от рабочей группы, куда он входит. Но вот последнее предложение автобусников было поднять стоимость билета до 32 рублей, потому что экономически невыгодно ездить. Мы к Денису перейдем чуть позже, давайте все-таки про билет, потому что это про наш карман, да, про карман каждого кировчанина. Но я, честно говоря, ежегодно серьезно не отношусь к этим хотелкам автобусников, потому что все-таки есть там ограничения законодательные, что тариф, то есть стоимость проезда, она не может подниматься выше 100% А кого это должно утешить? Ведь говорят автотранспортники, да, владельцы автотранспорта, они говорят, что им невыгодно работать, поэтому такой старый транспорт, поэтому заправляют спичным топливом и прочее. Как на эту тему? Я думаю, что однозначно наша позиция не повышать тариф. А если у автотранспортных предприятий есть проблемы, то решать его путем субсидирования из муниципального и регионального бюджета. Мы неоднократно говорили о том, что цена суммарная всего пакета льгот, которых лишили кировчан и областников, а туда входят, как вы помните, и учащиеся, и пенсионеры, и малоимущие, она равняется где-то порядка 90 миллионов рублей. Я считаю, что те десятки миллиардов, которые в региональном бюджете, и больше 10 миллиардов, которые в городском бюджете, они могут позволить себе закрыть эту позицию и субсидиями возместить, естественно, через проверку, через контрольные органы, которые пересчитают тарифы и которые их согласуют. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы это было сделано уже сейчас. Фракция ЛДПР выходила с данным законопроектом, мы вносили эту поправку, к сожалению, региональные власти нас не услышали. Сейчас мы ведем такую же работу с городскими властями. Я считаю, что движение кировчан по городу, движение между областным центром, это прежде всего движение наших избирателей, движение наших жителей, но это и движение финансовых средств. То есть люди едут для того, чтобы получить какую-то услугу, они едут для того, чтобы что-то купить, что-то потратить. То есть это потребительский спрос. И если мы уже на стадии планирования человека ограждаем его высокими тарифами на перевозке, то, конечно, мы сокращаем эту историю. Если кровь по сосудам бежит плохо, то и органы работают не очень-то, да? А вы говорили сейчас в перерыве, что, в частности, ваша фракция будет конкретно работать над тем, чтобы мы попадали в серьезные федеральные программы и работать будете над сменой топлива и над сменой автопарка. Расскажите поподробнее об этом, пожалуйста. Есть сегодня федеральная программа, это переход на газ. Газпром активно это поддерживает. Я знаю, что когда приезжал господин Миллер и встречался с губернатором, они проговаривали, они договорились о том, что Кировская область войдет в эту программу. Поэтому сейчас мы работаем, мы активно помогаем нашим чиновникам с тем, чтобы они как можно быстрее подготовили документы. И самое главное, должна быть создана техническая база для того, чтобы эти автобусы могли перейти. А дальше уже второй вопрос, это какие финансовые инструменты будут задействованы. Здесь есть также ряд программ федеральных, которые позволяют субсидировать покупку данной техники, конкретно пассажирского транспорта, через лизинговые программы, через субсидирование, которое обеспечивают производители автобусов. И здесь уже работают, конечно, менеджменты компании, наших чиновников, с тем, чтобы они быстро, оперативно, подготовив техническую базу, перейдя на газ, смогли закупить эти автобусы. То есть здесь, я считаю, очень хорошая история еще в связи с тем, что экологическая обстановка, к сожалению, в городе ухудшается. А здесь на газе, конечно, мы получаем определенное преимущество. Это и меньше выбросов, но и, соответственно, нагрузка на окружающую среду тоже уменьшится. Кирилл Игоревич, вопрос перехода автобусов, перевода автобусов на газовое топливо обсуждается десятилетия уже, и ничего не происходит. Что вдохновляет вас, и вы в связи с чем полагаете, что что-то получится сейчас? Премьер Медведев там регулярно что-то говорит. Я думаю, что новое руководство области и новое руководство города полностью мотивировано на то, чтобы начать эти изменения. К сожалению, вот эти последние 6-8 лет застоя, которые были, и вот эта несменяемость многих руководителей, в том числе тех муниципальных предприятий, и от которых напрямую зависят транспортные перевозки в области, оно привело к тому, что мы фактически стали одни из худших по Волжи. Поэтому я уверен, что и господин Васильев, и новый глава города, и новый сити-менеджер города, они просто заинтересованы в том, чтобы хотя бы в таких основных направлениях программы социально-экономического развития региона, города, произошли кардинальные изменения. Потому что иначе о какой можно вообще инвестиционной привлекательности говорить региона, как можно говорить вообще о развитии, если вы не занимаетесь теми самыми венами, артериями, о которых вы говорите. — А разбирался ли вопрос, просто интересно, как обывателю, какие именно автобусы нам нужны в Кирове? — Я думаю, что это вот как раз сейчас вопрос... — Или это те же самые пазики с навешанным оборудованием? — Нет, я думаю, что это как раз вопрос экспертов, которые сейчас должны посмотреть и транспортную нагрузку, и оценить, и проинспектировать тот автотранспорт, который есть на балансе предприятия. У нас вот мой коллега Денис Ерохин, который сейчас зашел в городскую думу... — И председательствует там, комитет как раз по транспорту. — Да, то есть сейчас они вот провели, например, ревизию, причем сбоку, пока их туда не пускают, но выяснилось, что из 156 автобусов, которые принадлежат АТП, на ремонте находится более 40 автобусов, то есть это треть. — Денис озвучил эту информацию в нашем эфире. — Да, то есть там, кроме того, порядка 30 автобусов исправных не выходят на линии, по причине того, что эти маршруты отданы частным перевозчикам. Поэтому я думаю, что вот сейчас с областным транспортным предприятием наводят порядок, дальше перейдут к городскому транспортному предприятию, и, конечно, там нужна срочная ревизия, и надо срочно разобраться, а что же там делалось. После этого специалисты должны сесть и нарисовать программу развития обоих этих предприятий, прежде всего с учетом интересов граждан. Стоимости тарифа, качество услуг, маршрутной сетки, конечно, это повлечет за собой целый ряд вопросов, в том числе и к организации дорожного движения в Кирове, и к тем же пробкам, и к тем же нашим неудобным перекресткам. Это, безусловно, и тротуары, и остановки, и удобство пассажиров при подходе к остановкам. У нас снег еще практически не лег, а сегодня уже по многим улицам невозможно пройти, налить несколько десятков сантиметров. Конечно, надо наводить в этом порядок. День сурка, зима пришла, ничего не меняется. Да, и этот как раз вопрос, он во многом комплексный, то есть решая одну задачу, ты сразу сталкиваешься с двумя-тремя другими, которые необходимо решать в комплексе. Но если еще вспомнить все-таки про Дениса Прилога, вот такой путь, он хорошо знает систему транспортную изнутри, и много уделил времени на то, чтобы указывать на болевые точки в этой сфере. И вот назначение главой Киров пассажир автотранса. Как вы оцениваете? Я оцениваю, что частично исполнительные власти, губернатор, его команда действительно начинают выполнять свои обещания, потому что изначально мы их очень много критиковали за то, что практически 90% команды это были варяги. И мы обращали на их внимание, что в Кирове достаточно много квалифицированных, грамотных специалистов по самым разным отраслям, которые готовы взять на себя ответственность и готовы вместе работать на благо региона. То есть я надеюсь, что вот это назначение не единственное, и в ближайшее время будет озвучено еще несколько назначений. Особенно мы это ждем в городе, в муниципальных предприятиях города Кирова с тем, чтобы пришли действительно молодые современные менеджеры. Я очень хорошо отношусь к ветеранам, к военнослужащим, которые с кем-то служили, где-то куда-то ходили, но времена меняются. Сегодня нужны современные менеджеры, сегодня нужны люди, которые понимают бизнес-процессы, которые понимают, что такое планирование, KPI, что такое мотивация в конце концов. Хочется спросить, кто там в запасе еще у ЛДПР есть? У нас большая скамейка, Светлана, да. У нас, вы знаете, что много молодых ребят, и все они местные, то есть они все с хорошим образованием, но и в общественной палате у нас достаточно большое количество людей, которые, я думаю, что украсят любую ветвь исполнительной власти. Например? Ну и Браун, да, то есть сколько они сделали... Браун в ЛДПР? Нет, он не в ЛДПР, но в данном случае я считаю, что если человек не один год занимается какой-то проблемой, он ее хорошо знает. Он тоже транспортом, кстати, занимается? Да, транспортным дорогами, я и говорю, то есть я и подвожу к тому, что это целый комплекс, который сегодня, я считаю, что вообще должен быть один из первоочередных, потому что транспортная доступность, логистика, удобство для людей, для бизнеса, они же определяют инвестиционную привлекательность региона, ну и внешний вид. То есть сегодня тоже благоустройство, которое в Кирове, на мой взгляд, ну, худшее вообще, что есть вот из, к сожалению, окружающих наших городов по Волжии. Как? Неужели даже в этом году, когда столько дворов отремонтировали, дорог сделали, и даже в этом году вы не порадовались? Кирилл Игоревич, оцените. Ну, к сожалению, у нас очень много вопросов к тем дорогам, которые сделаны. Основные какие вопросы по вот этим программам? Качество и стоимость работ. Вот, то есть мы не опустили руки, мы не раскатали рукава. И вчера вот в Следственном комитете, если там ряд запросов направлен в прокуратуру, в полицию, с тем, чтобы мы, наконец, узнали тех героев, в кавычках, которые провели так бездарно дорожные конкурсы, когда Вят Автодор снимается, выигрывает ОООшка с 10-тысячным капиталом из Москвы, без техники, без людей, без опыта. Ну, в рамках закона. В рамках закона, да. А потом тот же Вят Автодор приходит к ней на субподряд. И сразу понятно, что там 80-100 миллионов, это не мои цифры, это цифры, которые назвала госпожа Кузимская, они просто уходят по среднику. То есть качество дороги на русское мы знаем, качество ряда дорог... Кузимская назвала, и нет ее. Да, то есть это как раз вот вопросы, наверное, к тому, что человек понимает, что все равно надо отвечать за то, что сделано, и подписи ряда чиновников исполнительной власти стоят под этими контрактами, поэтому я думаю, что правоохранительные органы дадут оценку, и мы добьемся того, чтобы виновные были наказаны. Слушайте, я сейчас поймал себя на мысли о том, что у либерал-демократов какая-то белая полоса, да, и его выборы в ОЗС, неплохо, самая многочисленная фракция среди оппозиционеров, Денис Перлок, гендиректор Киров-Пассажир Автотранс, Владимир Костин недавно стал полноценным вице-спикером ОЗС. Слушайте, а может в марте и Владимир Вольфович добьется желания? Не, погоди, там есть Ксения Собчак. Ксения Собчак. Да. Я понял, к чему вы подводите. Давайте поговорим об этом. У нас осталась минута, мы, к сожалению, не можем поговорить. В следующий раз поговорим. Обязательно, обещаю. Надеюсь, законодательство даст еще поговорить о выборах, и нас... Ну ладно. Да, на этом завершается сегодняшний дневной разворот. Спасибо большое, Кирилл Черкасов, депутат Государственной Думы от нашего региона. Тем еще масса, будем встречаться. Всего доброго. Спасибо большое, коллеги. До свидания. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!